друзья мои всем привет продолжаем работу по балкону а именно утепление балкона и нанесение декоративной штукатурки караэт на данном объекте мы используем штукатурку фирмы акстон также вот это вот фасадная сетка тоже фирмы акстон как видим у нас все тут уже высохло по плотности мы не можем пока ничего сказать сверху мы нанесем грунтовку и она у нас станет более жесткой после того как уже вы загрунтовали немножко может где-то зашкурим мы будем носить декоративную штукатурку караэт здесь мы делали все без сетки потому что здесь у нас монолитная плита а вот это у нас экструзия вот тут даже видно небольшие швы от нее и вот пятачки от грибочка итак замешиваем декоративную штукатурку караэт если вы никогда не пользовались и не знаете как это работает сначала возьмите небольшой кусок гипсокартона либо небольшой участок стены для того чтобы в первый раз попробовать испытать а потом уже беритесь за дело на большой площади сейчас мы проведем небольшой эксперимент для того чтобы знать каким образом наносить какими движениями вертикальными горизонтальными либо круговых а потом уже будем выбирать делать это на стене сергей валерьевич скажите пожалуйста наш по ощущениям как это декоративная штукатурка себя ведет очень плохо наказать ее надо наказать наказать но что у нас там в этой декоративке есть у нас в этой декоративке в полно всякого мусора вот вот этот шарикообразный мусор комковидный вот за счет него в общем будет и образовываться такая вот караэтная структура фактура даже при замешивании ощущается как вот там есть какая-то гранулированная песочная масса с помощью чего и достигается этот эффект караэтства я предлагаю что сделать от моего нанесем на всю поверхность да и сделаем вертикальный горизонтальной и круговой отправим заказчиком чтобы они выбрали какой именно вид нанесения их устраивает им понравится серёжа задумался здесь у нас хаотичная здесь у нас вертикальный а здесь типа горизонтально должно было быть немножко не получилось это испытание и так нанесли мы первый слой декоративной штукатурки караэт первый слой это значит мы в первый раз это сделали так ну все как по инструкции нанесли сняли молочко молочко у нас вот сюда скинули так теперь ждем 10 минут и будем снимать вертикально будем снимать так чтобы у нас были такие вертикальные прожилки так пока у нас она немножко схватывается и уже потом посмотрим что у нас получится это у нас первый опыт поэтому строго не судим мы учимся в общем первоначально у нас ничего не получилось потому что мы очень мало сняли молочка второй раз вот уже поболее поболее мы тут его поснимали и сейчас снова немножко подождем и будем уже вертикально делать рисунок посмотрим что у нас получится в этот раз ждем и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok